Писатели третьей группы – еретики Василит, Карпократ, Валентин, Птоломей, Гераклеон и Маркион и язычник Цельс. Василит жил в Александрии и стал известен около 125 года. Он составил 24 книги толкований на Евангелие. А что эти толкования были объяснением наших Евангелий, об этом, по мнению Тишиндорфа, можно заключить из слов Агриппы Кастера, приводимых Евсевием, так как он утверждал, что Василит всю совокупность Евангелий принимал как одно целое. Это предположение подтверждается свидетельством Аполлита, что Василит буквально приводит выдержки из Евангелий Иоанна и Луки, применяя их сообразно своей системе. Он же указывает и на повествование Матфея о звезде, явившейся волхва. Смотрите Тишиндорф, когда написаны наши Евангелия. Карпократ – современник Василида. Излагая его учения и, касаясь, между прочим, веры его в переселение душ, святой Иериней говорит, что он и его последователи основывались на следующих словах Иисуса Христа, заимствованных ими из Евангелия Матфея, глава 5 стихи 25-26 и Евангелия Луки 12-58. «Когда ты идешь с противником своим, то постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Истинно говорю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». Иериней, книга 1, глава 25, стих 4. Валентин, родом египтянин, жил в Александрии, около 140-го года прибыл в Рим, умер в 160-м году. Он был основателем особой секты еретиков, известных под именем Валентиниан. Стремясь к разрешению вопросов о происхождении Бога, мира и человека, добра и зла, Валентин многое заимствовал из древних религий Востока и учений греческих философов, и все это хотел примирить с христианством, но составил нелепейшую туманно-фантастическую систему. По мнению Тишендорфа, характеристической особенностью системы Валентина служит терминология, заимствованная из Евангелия Иоанна. В этом, говорит Тишендорф, видно, сколь неоспоримое отношение их, первый к последнему, что при отрицании зависимости Валентина от Иоанна остается только допустить зависимость последнего от первого. Понятно, что дерзость противников Евангелия Иоанна доходила до этой нелепой выдумки. В этом видна отчаянная борьба за любимое мнение, которому грозят уничтожение. Ириней говорит, что секта Валентина вполне пользовалась Евангелием Иоанна, выводя свое учение о первой Агдааде из первой главы Иоанна. Это же со своей стороны подтверждает и Ипполит, удостоверяя, что Валентин употреблял известные изречения Господа из Евангелия от Иоанна. Кроме этих свидетельств о Евангелии Иоанна, нельзя также оставить без замечания, что Валентин пользовался и первыми тремя Евангелиями. Так, например, Валентин узнает своего Демиурга в Капернаумском сотнике и изречением его от Матфея 8-9 характеризует Демиурга. Умершую и воскрешенную дочь Иаира от Луки 8-41 он представляет чувственным образом своей Ахамафи. Страдание и искупление 12-го иона представляет в истории женщины 12 лет страдавшей кровотечением и исцеленной Господом. Нельзя представить более убедительного доказательства церковного авторитета Евангелий в первые десятилетия II века как этот странный способ, каким Валентин и его школа пытались обосновать столь фантастическую систему на простых словах Евангелий. Тишиндорф, когда написаны наши Евангелия. Птолемей, один из учеников Валентина, написал послание к Флоре, вполне сохраненное Епифанией. В нем, вместе с некоторыми цитатами из Евангелия Матфея, имеется одна и из Евангелия Иоанна. Тишиндорф. Гераклеон, современник Валентина, написал целый комментарий на Евангелие Иоанна. Ориген сохранил этот комментарий во многих отрывках, из которых видно, как Гераклеон пытался подкрепить свое учение Евангелием Иоанна. Смотрите у Тишиндорфа. Моркион родился в начале II столетия в Синопе, где отец его был епископом. Был пресвитером Синопской церкви и за ересь отлучен своим же отцом. По свидетельству святого Иеринея, он искажал Евангелие Луки, устраняя из него все, что относится к рождению Иисуса Христа. Иеринея, книга 1, глава 27, стих 2. А Тертулиан приводит следующий отрывок из письма Моркиона, доказывающий, что он хорошо был знаком с Евангелиями Матфея и Луки. «Удалите от глаз моих», — говорит он, «это строгое повеление Кесаря» — от Луки 2, 1. «Эту жалкую гостиницу, эти пелены, эти беспокойные ясли» — от Луки 2, 7. «Это множество ангелов да воздает честь Господу своему, и да не увлекается ночными призраками» — от Луки 2, 13 и 14. «Оставьте пастухов лучше при их стадах» — от Луки 2, 8 и 15-17. «Пусть маги не трудятся предпринимать столь дальнего пути, богатство их пусть останется при них» — от Матфея 2, 1, 11. «Да будет ирод человеколюбивее, чтоб иеремия не хвалил со своим пророчеством» — от Матфея 2, 16 по 18. «Не должно обрезывать младенца, чтобы он не плакал» — от Луки 2, 21. «Не должно представлять его в храм, чтобы издержками на жертвоприношение не отяготить родителей. Не передавайте его в руки Симеона, чтобы дряхлый старик не уронил его. Заставьте молчать эту престарелую пророчицу, чтобы она не заколдовала младенца» — от Луки 2, 22 по 38. Приводя этот отрывок письма, Тертулиан восклицает. «Вот какими умствованиями дерзнул ты Маркион устранить достоверные доказательства о человечестве Христовом». Смотрите творение Тертулиана, перевод Корнеева, часть 3, статья 2, 3. Ввиду этого надо признать, что Маркион знал Евангелие Матфея и Луки. Цельс — языческий философ времен Антонина и Марка Аврелия, написавший в середине II века замечательное по ненависти ко Христу сочинение «Истинное Слово». Несмотря на страшные гонения, число христиан все более и более возрастало. Ни костры, на которых массами сжигали их, ни дикие звери, пожиравшие их в цирках, не остановили стремление ко Христу. Этот необъяснимый для гордых римлян успех евангельской проповеди заставлял их призадуматься над дальнейшей судьбой могущественного Рима. Императору Марку Аврелию внушали, что христиане отказываются помогать ему в защите от врагов, что если так будет продолжаться, то скоро он останется один и государство сделается добычей варваров, и что для восстановления римской доблести и могущества римской империи остается одно только средство – истребить всех христиан. Под влиянием таких наветов Марк Аврелий издал жестокий приказ, предписывавший разыскивать христиан и казнить их, а имущество их отдавать доносителям и сыщикам. Последствия этого зверского приказа были ужасны, но философ Цельс злорадствовал, говоря, «Демон-христиан изгоняется из каждой страны, и посвященные ему скованными уводятся и привязываются к столбу, и демон этот, или, как ты говоришь, сын Божий, не отмщает за себя». Тот же Цельс, предчувствую, однако, что казни и на этот раз не достигнут цели, счел нужным выступить против христиан с иным оружием, со своим сочинением «Истинное слово». Сочинение это не дошло до нас в полном своем составе, но известно по множеству дословных выписок из него в сохранившемся сочинении Оригена «Восемь книг против Цельса». В своих нападках на христиан Цельс пользовался еврейской ненавистью к ним и всякой ложью, которую евреи распространяли про Иисуса Христа, но материал для нападений заимствовал из наших Евангелий. Несомненно, что он знал первое – Евангелие от Матфея, потому что говорит о всех происшествиях, описанных в первых двух главах этого Евангелия и обойденных молчанием прочими евангелистами, как то о звезде, указывавшей путь волхвам, о путешествии их в Вифлеем, о дарах, принесенных ими новорожденному Мессии, о гонении Ирода, явлении ангела Иосифу, пребывании Иисуса в Египте. Он приводит многие места из Нагорной проповеди, рассказывает о призвании апостолов и выписывает самые слова Спасителя «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой» – от Матфея 10, 23. Упоминает о предательстве Иуды, о тречениях Петра, молитве Иисуса Христа в Гевсиманском саду. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия» – от Матфея 26, 39. «О чаше с уксусом и желчью, поднесенной Спасителю во время его страданий, о мраке и землетрясении во время его смерти и о многих происшествиях, как они описаны у евангелиста Матфея». Второе – Евангелие от Марка, потому что передает частный случай, основание которому мог позаимствовать только из этого Евангелия. Он утверждал, будто воскресшего Спасителя видела лишь одна женщина и при том испуганная и иступленная. Такое возражение он мог основывать разве только на одном месте Евангелия Марка. Их объял трепет и ужас. От Марка, 16, 8. Третье – Евангелие от Луки, потому что жалуется в одном месте на гордость генеалогистов, которые возводят родословную Иисуса даже до Адама, частность принадлежащая исключительно одному евангелисту Луке, третье – с 23 по 38. И четвертое – Евангелие от Иоанна, так как указывает на учение о Слове, которое есть Сын Божий, на то, что из пронзенного ребра распятого Спасителя истекла кровь и вода, называет его светом и жизнью, опять частности, которые находятся только у одного евангелиста Иоанна. Сам Цельс признавал, что пользовался нашими Евангелиями. Ориген приводит его слова. «И это все мы заимствовали из ваших собственных писаний. Мы не употребляем других свидетельств, потому что вы падаете на свой собственный меч». Но вместе с тем Ориген указывает, что Цельс приводит в своем сочинении много и такого, чего нет в Евангелиях, и это касается его богохульных свидетельств против Девы Марии, его истории детства Иисуса и прочего. На источник этих выдумок указывает сам Цельс, говоря, «Я мог бы представить многое, что написано об Иисусе, сообразно с истиной, но иначе, чем в Писаниях учеников Иисуса». Смотрите у Тишендорфа. Можно было бы привести сочинения и других писателей, но мы считаем достаточным свидетельство писателей первых двух веков. Итак, в подлинности наших Евангелий убеждают нас свидетели глубокой древности, непосредственные ученики апостолов, языческие философы, обратившиеся ко Христу, и заклятые враги его. Свидетели эти не знали, о чем их будут спрашивать через 17-18 веков, и потому-то оставленные ими письменные показания, сочинения, особенно ценные для нас. Если бы Цельс, Маркион, Валентин, Василит и другие враги Христа сомневались в подлинности Евангелий, то, конечно, попытались бы доказывать основательность своих сомнений. Но так как в их произведениях нет даже и намеков на подобные попытки, то следует заключить, что они вынуждены были отвергнуть всякие сомнения и признать подлинность Евангелий. И вынуждены были поступить так, конечно, не по легкомыслию своему, а по всестороннему исследованию. А если бы они могли догадаться, что через много веков найдутся такие люди, которые станут отвергать подлинность наших Евангелий, то едва ли стали бы в своих сочинениях ссылаться на Евангелие, как на несомненные писания учеников Иисуса Христа, едва ли бы стали делать из них дословные заимствования, едва ли оставили бы такое оружие против неверующих. А языческие ученые, сделавшиеся христианами, философы Иустин, Тациан, Климент, Афиногор, Феофил, неужели могли в поисках истины принять такие книги, в подлинности которых не удостоверились после тщательного исследования. А непосредственные ученики апостолов, видевшие своими глазами составителей наших Евангелий, знавшие их лично, из их уст слышавшие то, что изложено в Евангелиях, и, быть может, списывавшие для себя Евангелие с рукописи самих евангелистов. Неужели они могли приводить в своих посланиях дословные выписки не из тех Евангелий, которые, так сказать, при них написаны, а из каких-то других? В правдивости показаний всех этих свидетелей по отношению к рассматриваемому нами вопросу сомнений быть не может. А если все они свидетельствуют, что признавали наши Евангелия подлинными и признавали их таковыми не по вере только, но и по убеждению, и имели при том все способы к составлению такого убеждения, то мы не имеем никакого основания отвергать их свидетельство. Признав таким образом подлинность наших канонических Евангелий, мы должны теперь точнее следовать вопрос о времени написания их. Если Цельс в своем сочинении, написанном в середине II века, повторяя сказанное в наших Евангелиях, говорит, что все это заимствовал из писаний учеников Иисуса. Если Иустин философ в своей первой апологии, написанной около 150 года, приводя тексты Евангелий, поясняет, что «так передали апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями». Если Игнатий Богоносец в посланиях своих 107 года, приводя множество дословных заимствований из всех четырех Евангелий, говорит, что «Евангелие содержит пришествие Господа нашего Иисуса Христа, Его страдания и воскресения», то, основываясь на таких свидетельствах, мы должны признать, что все четыре Евангелия написаны в первом столетии. Святой Иерине в своем сочинении «Пять книг против ересей» свидетельствует, что сначала написал Евангелие Матфей, потом Марк, затем Лука и после уже Иоанн. Он же удостоверяет, что Матфей написал Евангелие в то время, когда апостолы Петр и Павел благовествовали в Риме, что Марк, ученик и истолкователь Петра, передал письменно то, что было проповедано Петром, что Лука, спутник Павла, изложил в книге, проповеданной апостолом Павлом, Евангелие, и что Иоанн также написал Евангелие во время пребывания своего в Ефесе. Ириней был, как сказано выше, учеником Поликарпа, а Поликарп учеником апостола Иоанна, поэтому переданное Иринеем предание о времени и последовательности составления четырех Евангелий могло дойти к нему не иначе, как через Поликарпа от самого апостола Иоанна. Известно же, что апостолы Петр и Павел потерпели мученическую смерть в Риме в царствовании Нерона, которая кончилась в 68 году. Следовательно, Евангелие Матфея написано до 68 года. По преданию, сохраненному Климентом Александрийским, апостол Матфей оставался в Иерусалиме до 15, а по преданию, записанному Евсевием, до 8 года по вознесению Иисуса Христа, и затем удалился на проповедь к другим народам. А так как по свидетельству Папия, Иринея, Оригена, Иеронима и других, он написал свое Евангелие для евреев на еврейском языке, то надо полагать, что написал он его до отшествия своего к другим народам, то есть до 42-49 годов по Рождестве Христову. Евсевий Кисарийский в своей «Истории церкви» книга 5 глава 10 передает сохранившиеся до его времени 260-340 годов предание о том, что глава Александрийской школы Пантен путешествовал в Индию для проповеди учения Иисуса Христа и нашел там у местных жителей копию написанного на еврейском языке Евангелия Матфея. Он узнал там, что в Индии проповедовал апостол Варфоломей, который принес с собой и оставил там это Евангелие. Евангелие, написанное Матфеем на еврейском языке, было вскоре переведено на общеупотребительный в то время греческий язык. Еврейский подлинник потерян, и никто из древних писателей его не знал. Предполагают, что перевод сделан самим Матфеем. Марк, спутник апостолов Павла и затем Петра, после их мученической смерти в Риме, переселился в Александрию и был там первым епископом. Это обстоятельство, то есть продолжительное пребывание Марка в Александрии, о чем свидетельствует Евсевий, придает особую силу достоверности свидетельству жившего тоже в Александрии некоторое время спустя Климента Александрийского, до которого поэтому могло дойти верное предание о Марке. По рассказу Климента, сохраненному Евсевием, христиане, жившие в Риме, где Марк находился вместе с апостолом Петром, просили Марка записать для них устную проповедь Петра. Апостол Петр не препятствовал этому и не побуждал. Он порадовался ревности римлян, и когда написано было Евангелие, всенародно одобрил написанное. И эта запись, прибавляет Климент, называется Евангелием Марка. Таким образом, свидетельства Иринеи и Климента заставляют нас признать, что Марк написал свое Евангелие ранее смерти апостола Петра, то есть до 68-го года. Лука оканчивает свою книгу «Деяния апостольских» известием о двухлетнем пребывании апостола Павла в Риме. Около этого времени, то есть около 63-го или 64-го года, она и была написана, так как если бы она была написана после, то в ней, несомненно, были бы описаны обстоятельства и последующие жизни апостола Павла. Эта книга есть продолжение Евангелия, о чем сам Лука свидетельствует в самом начале ее, «Деяния» глава 1, стих 1. Следовательно, Евангелие от Луки написано ранее 63-го года. Апостол Иоанн сам свидетельствует в своем апокалипсисе, что был на острове Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа, Откровение, глава 1, стих 9, то есть был сослан туда. Из начала 11-й главы апокалипсиса видно, что он написан до разрушения Иерусалима, то есть до 70-го года, так как в этой главе говорится о храме как еще стоящем. Климент Александрийский и Ориген говорят, что Иоанн был сослан тираном, не поясняя каким. Но имея в виду, что это могло случиться лишь до 70-го года, надо признать, что Иоанн был сослан на остров Патмос в последний год царствования Нерона, то есть в 68-м году, после смерти апостолов Петра и Павла. А так как Иоанн написал свое Евангелие после апокалипсиса, то несомненно, что оно написано после 68-го года. По свидетельству Епифания, Иоанн написал Евангелие в глубокой старости, в царствовании Домициана, которое, как известно, началось в 81-м и окончилось в 96-м году. Поэтому время написания Евангелия Иоаннам надо отнести к 80-м или началу 90-х годов первого столетия по Рождестве Христову. Относительно времени появления апостольских писаний, надо заметить, что первые христиане несомненно нуждались в письменном изложении того учения, какое проповедовали им апостолы. Несомненно также, что апостолы должны были удовлетворять эту потребность, обращаемых ими ко Христу. И мы имеем доказательство, что апостольские писания собирались и распространялись при жизни их авторов. Апостол Павел в послании своем к Колоссинам глава 4 стих 16 писал «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикие, прочитайте и вы». А апостол Петр во втором послании своем глава 3 стихи 15 и 16 говорит «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Из этих слов апостола Петра видно, что ему был известен сборник посланий Павла, а также и другие писания, вероятно, тоже апостольские. А из этого надо заключить, что собрание апостольских писаний было сделано в те времена, когда живы были авторы их и другие очевидцы и служители слова, которые могли удостоверить подлинность их, а потому подложность какого-либо писания могла быть тотчас же обнаружена. Субтитры создавал DimaTorzok